Сегодня мы с вами начнём разбор с показателя воспитания, потому что фундаментом нашего развития является воспитание. И в начале жизни каждый из нас должен получить его, пройти через него и, естественно, реализовать эту энергию. Показатели воспитания Льва Толстого – восьмёрка. Восьмёрка в этой системе координат. Также предупреждаю тех, кто знаком с разными методиками нумерологии. Предупреждаю, что в разных системах нумерологии разные цифры по-разному интерпретируются. Вот в этой системе координат восьмёрочка – это энергия мастерства. Поэтому в начале своей жизни, скажем так, или, да, в начале своей жизни судьба складывалась таким образом, проявлялась и таким образом, что Льву Николаевичу Толстову нужно было пройти через воспитание, то есть стать мастером своей собственной жизни. И простая иллюстрация, что такое мастерство. Мастерство – это способность, делая своё дело, не торопиться сразу получать результат, а немножечко притормаживать себя и задаваться вопросом, а нет ли у меня прямо сейчас какой-то ошибки. И вот я вам сейчас передаю состояние этой энергии восьмёрки. Нет ли у меня сейчас какой-то ошибочки. Ну а кто ищет, тот всегда найдёт. Ищу, нахожу, сразу же исправляю все ошибки, которые я допустил при совершении этих действий. И таким образом добиваюсь вот этого мастерского исполнения. Это главное качество отличника. Отличник, когда он выполняет своё задание, он по ходу дела сразу ищет, сразу находит и сразу исправляет свои ошибки. Те, кто не отличники, вот они отличаются от него именно этим. Когда они выполняют своё задание, они не ищут, не находят и не исправляют своих ошибок. А вот отличник, он умудряется по ходу дела сразу находить и сразу их исправлять. Вот это называется мастерство. И вот таким мастером должен был стать Лев Николаевич Толстой. И это первая задача у него по жизни. И он проходил через вот это воспитание. Воспитание в себе вот этого качества мастера. И для того, чтобы управлять мастерство, человеку придётся научиться управлять собой, своей собственной жизнью, руководить собой, организовывать себя и свою жизнь самостоятельно. И уметь планировать свою деятельность и в особенности планировать свои финансы. И благодаря этому добиваться успеха. Что интересно, я вот в сегодняшней встрече привязал к каждому из показателей один из циклов в программе развития. В данном случае Льва Толстого. То есть вот он родился в 1828 году. И первый свой цикл проходил с 28 по 54 год. И в этом цикле ему нужно было учиться, идти по маршруту 37 дробь 1. Проходить через вот это воспитание, которое мы сейчас озвучили по восьмёрочке. Опираясь на возможности, которые ему шли по девятке. И вот, скажем так, пользуясь возможностями, которые ему шли по девяточке. И опираясь на семёрку. В точке опоры у него семёрочка. Конечно, мы не будем сейчас анализировать весь этот цикл. Просто я покажу, как вот эта возможность проявить своё воспитание и вот эта точка опоры семёрки, как она проявилась в жизни Льва Николаевича Толстого. Я здесь просто написал, собрал немножечко из его биографии. Факты очень интересные, кстати. То есть он родился в 1828 году, а в 30-м году его мать ушла из жизни. Ну, при родах сестры Льва Толстого она рожала девочку. Сестра родилась у Льва Николаевича Толстого. Но при этих родах мать оставила тело, умерла. То есть в двухлетнем возрасте Лев Толстой потерял свою мать. Когда ему было 9 лет, он пережил смерть своего отца. Поэтому ещё в детском возрасте он потерял и мать, и отца. Его воспитывали опекуны, ну, из числа его родственников. Пройдя это воспитание, он в 44-м году поступил в университет, но через несколько лет бросил этот университет. Он его не закончил. И так как в то время он любил играть, говорится, что в молодости Лев Толстой был склонен к карточным играм. И он влез в большие долги из-за этих карточных игр. И для того, чтобы как-то переменить свою ситуацию жизненную, отдать, рассчитаться с этими долгами, он поступил на военную службу. И в 51-м году отправился на Кавказ, потому что там шла война с горцами кавказскими в то время. И он отправился на войну, ну, естественно, с целью заработать какие-то деньги и поправить свое финансовое положение. Пройдя эту войну на Кавказе, в 52-м году он поступил уже на военную службу официально. И, служа в армии, участвовал в крымской кампании, в крымской войне, и сражался за Севастополь. И вот в те годы он начал писать свои повести и рассказы. Ну, первый рассказ он написал в 51-м году, как раз, когда отправился на Кавказ. Это к тому, что для того, чтобы пройти через вот это воспитание и научиться мастерски управлять собой и своей собственной жизнью, Льву Николаевичу Толстову пришлось бросить университет и отправиться на войну. Ну, то есть пройти через военную службу. Вот эта военная служба помогла ему набраться семерочка мудрости, вот точку опора дала ему. То есть он там очень много мудрости набрался. Кстати, воспользоваться возможностями по девятке, потому что девятка – это служение миру. Кстати, все люди, которые занимаются в миссии спасения чем-то, или, опять же, все военные, у них в карте хорошо стоят девятки. Вот ему шли возможности по девятке, поэтому вместо того, чтобы учиться в университете, он отправился на войну. И там набрался очень много мудрости. И вот прошел через вот это воспитание, то есть через жизненное воспитание. И стал вот мастером своей собственной жизни, научился дисциплинировать себя, потому что по жизни, вот видите, маршрут у Льва Николаевича Толстого был по единичке. Его предназначение, следующий показатель мы будем разбирать. А в карте у Льва Толстого единица попадает в недостающее звено. Там есть такой параметр интересный. То есть энергия, которой ему в начале по жизни очень сильно не хватало. Так как ему очень сильно не хватало единички, а единица – это энергия ответственного лидера, энергия целеустремленности. И вот поэтому, потому что у него в карте это показатель был недостатки, он лишился отца и матери в раннем возрасте. И вместо того, чтобы в комфорте изучать теорию, он отправился на войну постигать, набираться опыта жизненного. И набрался его, и с успехом как бы прошел через эту школу жизни и получил вот это воспитание, стал мастером. И это мастерство в дальнейшем он проявил во всем своей жизни. Потому что Лев Николаевич Толстой, он известен, исключительной самоорганизацией своей собственной. То есть у него была исключительно высокая степень самоорганизации. Потом мы знаем его как фаната здорового образа жизни. Ну мы дойдем еще до того, как он стал вегетарианцем. У него по жизни всегда был очень четкий распорядок. И он постоянно занимался самообразованием. То есть он не закончил университет, но он всю жизнь учился, проходил через самообразование. Почему? Потому что он смог пройти через эту школу воспитания и стал мастером своей собственной жизни. То есть человеком, который умеет управлять собой. Восьмерка – это способность управлять собой, своей собственной жизнью. Организовывать себя по жизни так, чтобы все делать с успехом.